Слушай, ты знаешь, мне в предложке на ютубе выскочило видео, где Стас смотрит документалку Гусейна Гасанова про Гусейна Гасанова. И знаешь, у меня к тебе один очень важный, экзистенциальный, можно даже сказать, фундаментальный вопрос. Кто такой, блядь, Гусейн Гасанов и чем он знаменит? Ох, наконец-то! Он блогер или кто? Чем он знаменит? Смотри, есть три волны тупизны для популярных людей. Первая волна тупизны — это ютуб. Вторая волна тупизны — это инстаграм. Третья волна тупизны — это тикток. Вот Гасанов, он со второй волны тупизны. Неудивительно, что ты о нем не слышал. Кто сидит и смотрит видео в инстаграме, я вообще не понимаю. Все эти бесконечные истории с инстаграм ТВ, розыгрыши, я типа вообще не секу. Но там, вот в этой среде почитателей второй волны, он типа популярный. Но это, кстати, не то, что ты рассказал, это любопытно, конечно, но... Также ты не знаешь тиктокеров. Не-не-не, понимаешь, в чем дело? Твой спич — это не ответ на мой вопрос, кто такой нахуй Гусейн Гасанов, блядь, понимаешь? Понятно, что он популярный, блядь. За счет чего он был популярный, что он... Показывает красивую жизнь в инстаграме, дорогие тачки. А, и все. Крестьяне кривозубые, блядь, ёпта, они подписываются, потому что очень интересно. То есть там нет чего-то, что, типа, знаешь, у него какое-то шоу свое, или он снимает... А, не-не-не, все, я понял вопрос, наконец. Чувак, он снимает вайны в инстаграм и снял документальный фильм про себя. Вот, типа, его двотворение. Так-то нет. А ты думал, что я скажу, типа, а, у него шоу, как у большого русского бомбина? Ну, или что-то такое, или там, не знаю, он снимает какие-то обзоры, и еще какой-то хуй. Не-не-не, чувак, ты путаешь. Потому что этот вопрос, он не только у меня возникает, он у Стаса тоже на протяжении всего видео, как бы. То есть, ну, типа, кто это такой? Потому что Стас ортодокс, а ты просто... Ты даже не со всеми ютуберами первой волны, как бы, знаком. Раньше ютуберы, они пытались транслировать что-то, не свою жизнь. Я помню времена, когда лайфблогеры расцвели. Вы все помните, когда там у Амирана были блоги, у Джарахова собирали по нескольких миллионах. Я помню времена, когда они завяли. Это уже потом было, ну, сейчас, как у Джарахова, например, с его лайфблогами. Амиран их вообще перестал снимать. Но я, в отличие от вас, помню времена, когда люди их пробовали, и они нихуя не заходили на ютубе. Когда люди писали, это чё за хуйня, где контент, где шоу, где что-то, что ты сделал. Ты просто снял свою жизнь. Это нам неинтересно, это тупо. Я помню, как это было. И на ютубе такой формат не раскрылся в полной мере, а в инстаграме оказалось, что, типа, трансляция собственной жизни, это цель, а не средство. То есть, просто можно её показывать. Ну, это очень странная хуйня. Это странная хуйня, но посмотри, сколько у них на трансляциях людей сидят, когда просто какая-нибудь бьюти-блогерша сидит, красится и отвечает на вопросы, например. Нет, с бьюти-блогершей более-менее понятно. Опять-таки, это симпатичная тянка, её могут смотреть какие-то подростки, которые хотят её выебать. В случае с Гасановым, это очень странная ситуация, потому что его документалка, бессодержательное кино, он просто едет, он просто стоит где-то, он просто ещё что-то делает. Ну, вот он так и живёт бессодержательно просто, едет куда-то, всё стоит. Нет, ну просто каждый раз, когда он, типа, говорит, вот у меня есть фанаты, моя семья, там ещё что-то, он показывает каких-то школьников, буквально школьников, то есть это, ну, не знаю, там дети, которым лет по 10, по 12. Он к ним подходит такой, типа, ну чё, пацаны, привет, как бы. И они ему говорят, что, типа, они его фанаты или ещё что-то. Это очень странно выглядит, на самом деле. То есть у него действительно такая аудитория, и он этим школьникам деньги платит. И дети, и не дети, всё-таки, ну, подошли дети и подошли. Просто хреново, что он детям... Нет, не они к ним подходят, он к ним подходит. Он как Майкл Джексон в этом смысле. Так нет, он как Озон, я же это говорил. Это у Озона была такая хуйня, что он подходил к школьникам в своё время. Вот кто найдёт видос, где школьники на карусели какой-то сидят, к ним подходит Озон и говорит, «Э, ой, Озону знаете?» Они такие, «Мы не знаем Озону». «Ютуб смотрите?» Они такие, «Да, смотрим». «Кого смотрите? Мэдисона?» «Мэдисона знаете?» «Мэдисона, Мэдисона». «Знаем, Мэдисона знаем». «Да, Озона не знаете?» Ну-ка, и, короче, на телефоне какого-то школьника достаёт, подписывается на свой канал. Телефоны. Это замечательно. Так Озон заработал своих подписчиков. По шалавам прислал нам сообщение. Сармат либо пиздобол, либо человек, который рос плохо с памятью. Ибо вопрос, кто такой Гусейн Гасанов, уже озвучивался от него в сторону Юрия на стриме в девятнадцатом году. Бля, так мне до сих пор так и не объяснили. Понимаешь, я этот вопрос могу завтра озвучить. Я могу его через год озвучить. Потому что мне на этот вопрос так и не ответили. «Бозон Хиггса», блядь. Вот это и есть «Бозон Хиггса». То есть ты всё ожидаешь и слышишь. «Бозон Гасанова». Сущности там нету. Там только вот это вот у меня, которую ты описал. Понимаешь, если бы мне сказали, что он отсосал хуй какому-то олигарху, и олигарх дал ему деньги, чтобы рекламировать себя на Ютубе, тогда это хотя бы как-то объясняло этот феномен. Нет, он не отсосал олигарху. У него родители олигархи. А, тогда непонятно, почему он кичится тем, что он в магазине, блядь, работал за пятнадцать тысяч в месяц. А почему Тимати, блядь, придумывает, что он бы на автомойке работал, и мог бы сначала всю свою карьеру построить? Ну, я хуй знает, опять-таки. Любят это делать, вот и всё. Потому что как будто, вот, блядь, для них образ простого... Ну, короче, типа простой парень из народа, да, который сам... Простой парень для них это романтизированный образ. Ну, понятно, да. Для простых парней это нихуя не романтизированный образ. Это как в восемнадцатом веке эти аристократы собирались и слушали песни, там, про пастушка, который полюбил пастушку, там, сельская идиллия, там, все скачут по травке. И вот эти аристократы, они такие, типа, ах, как было бы хорошо быть простым человеком. Пастушки курят махорку, блядь, напиваются в усмерть, блядь, проебывают овец, ебутся на сеновале, блядь, с доярками, блядь, ёпта. Вот такая... А он как будто бы пытается, вот, типа, притвориться, что он, вот, жил этой жизнью. А на деле-то, блядь... Ну, это, кстати, смешно, потому что, в основном, всё происходит наоборот с точностью. То есть нищеброды пытаются притворяться, что у них, типа, денег дохуя. Хотя они всё, там, в кредит купили или ещё что-то. Не-не-не, а когда ты становишься очень богатым, начинается наоборот, как, знаешь, Билл Гейтс, который... Ну, да-да-да-да, типа, я простой. Когда ты супер богатый, ты такой, типа, я буду показывать всем, что я, типа, простой, что я езжу на одном и том же, там, приосе. Помнишь, был год, когда все в Силиконовой долине лидеры... Ну, это, типа, экологию они защищали таким образом. Да-да-да-да-да-да, они демонстративно переселились со своих огромных джипов на какие-то пидорские тачки, блядь. Слушай, ну тогда у меня всё равно остаётся вопрос. Смотри, если мы исходим с того, что Гусейн Гасанов это просто какой-то безумно богатый чувак, который решил потешить своё тщеславие, там, завести канал на Ютубе, всрал кучу денег в рекламу, и, блядь, теперь миллионы людей смотрят, как он, блядь, на гелике ездит. У меня вопрос. Если он такой богатый, какого хуя он не нанял себе нормального сценариста, нормального имиджмейкера, чтобы они не просто там снимали про него документальные фильмы, как он по телефону разговаривает, а сделали ему какую-нибудь концепцию, что, типа, вот он там действительно талантливый чувак, то есть не просто безумно богатый, но безумно талантливый чувак, который там делает такое-то там шоу, делает это, делает то. То есть, ну, по идее, если всрать в это немножко денег, то можно сделать что-то, да, то есть из этого. А зачем, если он полностью в восторге? Он же сам. Но это же тупо. Тестировал, снял и прописал фильм про самого себя. Да нет, ну это понятно, но это же тупая хуйня бессодержательная. Можно же, опять-таки, если у тебя куча денег, ты же можешь сделать что-то лучше, чем просто видео, как ты едешь за рулем, блядь, и говоришь по телефону. Понимаешь, это возможно в той вселенной, где ты считаешь, что кто-то может сделать что-то лучше, чем ты. Да нет, просто можно нанять нормального режиссера, нормального имиджмейкера, и, блядь, они сделают образ такой, что у нас не будет тупых вопросов, ни у меня, ни у Стаса, ни у кого другого, не будет тупых вопросов, кто такой нахуй в пизду Гусейн Гасанов, понимаешь? Ты еще скажи, что мне нужно было нанять там на Азона как у нормального режиссера. Бля, ну у тебя нет столько денег, сколько у Гусейна Гасанова, понимаешь? Ну вот, к сожалению, блядь, но все-таки... Ну, бля, если бы у тебя были эти деньги, неужели ты бы потратил их не на что-то, там, более-менее разумное, полезное, а ты бы просто купил себе, блядь, гелик и снимал бы фильм про то, как ты едешь в гелике и говоришь по телефону. Ну это же тупо, блядь, ну это тупая хуйня. И вписывается в идеологию Гусейна Гасанова, что он всего добился и все делает сам. Типа, блядь, ёпта, ты предлагаешь... Так никто же не против, никто же не против, что он всего добился и все... Да, ты ко всем похуй, но понимаешь, в чем дело? Это вот... Ему же не обязательно светить этим режиссером в кадре или еще что-то. Это эффект Манделлы, это ложное представление богачей о бедняках. Вот есть ложное представление бедняков о богачах, что они там пьют кровь младенцев, и, блядь, ёпта, купаются, выкидывают, блядь, ёпта, как с Круч Макдак нахуй прыгают в деньги. А есть ложное представление вот богачей о бедняках, что им кажется, что вот бедняки, как они видят вот всех, кто беднее их, а это почти вся Россия, блядь, и все русскоговорящие, блядь. Они вот, что мы бедняки, ну не мы, конечно, я не вы, ребята, я все-таки Юрий Хованский. Я говорю от имени такого плебса сейчас, что бедняки, они вот типа любят вот эту простоту. Типа как знаешь, что вот типа да, ведь они в восторге от того, что когда ты приезжаешь на Ламборджини, они все стоят, они приехали на метро, пьют, блядь, пиво, из полторашки, и ты такой, я простой парень, ребят. Я такой же, как вы, я нормальный кекс. Что вы тут, как вы, как вы вообще отвисаете? Я тоже отвисаю, да. Вот это просто... Бля, ну когда он это делает по отношению к школьникам, которым лет 10, это выглядит очень странно, очень странная хуйня, ну серьезно, ну блядь, ну неужели, неужели в его окружении нет... Сделать так, сделать так просто ради сториз, может и прикольно. Это было бы интересно, как троллинг там, что типа какой-то чувак создал образ, там не знаю, какого-то мажора и обыгрывает этот образ. То есть это было бы смешно на уровне там фильмов Саши Барона Коэна про Бората, А, типа купил себе перстни, ой, 11... Да, 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 то есть если бы это была какая-то пародия... Хотел, они все понравятся, теперь надел два перстня на палец, палец застрял, ой, еду, чтобы... Да, это было бы супер смешно. Это было бы очень смешно, согласись, да, то есть если бы это была именно пародия, как бы, ну блядь, походу он искренне... Мои друзья, кальян курить, мы сидеть тут, курить кальян целый день, важные дела, работать, блядь, в суд, да, хорошая идея, реально. Короче... Просто знаешь, почему такой фильм не снять? Нам никто не даст ни Ламборджини, ни красивой одежды, блядь, не... Не, я имею в виду к тому, что сам Гассен Гассанов мог бы, блядь, этот проект реализовать именно как пародию, как троллинг, что типа вот я богатый мажор, это было бы смешно, и, кстати, ну, блядь, люди бы оценили это. Чувак, у людей нет самоиронии вообще никакой, блядь. Меня обвинил Стас в том, что я, блядь, без иронии отнесся к обвинению училки ТВ, а Гарик Харламов, чтоб ты знал, сейчас он продолжает сраться со всем интернетом, они же разводятся сейчас, Сасмус, и Маркони сказал, что это задание в комментауте такое, типа. И, блядь, ежу понятно, что это шутка ебаная, ну, типа, ну, но Харламов записал, там, обвинил их во лжи, в пиздобольстве, потребовал предъявить пруфы, что они были, блядь, ебта на комментауте, иначе, типа, говорит, вы пиздоболы, скиньте, немедленно, типа, Владимир, блядь, подтверждение того, что мы были на войне. Я сейчас думаю, Гарик, ну, ты ебаный, что ли, дал, ты серьезно, что ли, вот, некоторые люди просто, вот, начисто ее лишены, блядь, они не могут, блядь, как-то это принимать. Это, кстати, вот, легкий тест, как определить наличие, вот, но это работает только в реальной жизни, не в интернете, просто проверить самоиронию у вашего друга, любого, дарю бесплатно тест, просто при случае, вот, как встречаетесь, принюхиваетесь, и говорите, а тебе что-то говном воняет, и вот, если человек начинает говорить, да, походу, что-то это, хер знает, не знаю, блядь, может, вляпался, во что, то все нормально, если же он начинает говорить, типа, ты что несешь, блядь, сегодня душ принял, нахуй, какое говно, это тебя говном воняет, то он, в принципе, вот, невосприимчив ко всему этому, к юмору, очень-очень интересный тест, да, тест Хованского, назовите его, про, воняете говном, ибо вопрос, хочу пойти в учебники по психологии, вот с этим тестом, блядь, ибо вопрос, мы его доработаем, конечно, спустя, много лет, вопрос, кто такой, Гусейн Гасанов, уже озвучивался на стриме, в девятнадцатом году, тогда Юра его начал троллить, после этого вопроса, и Ежи зачитал из экипедии, про Гасанова, но в 2020 году, Ежи уже забыл, и правильно, хорошего стрима, ну да, но, блядь, вопрос остается актуальным, как бы, несмотря на все объяснения, что это просто, какая-то непонятная частица, что у него денег, дохуя, ну, охуенно, я так и не понял, кто это, короче.